Когда мы говорим о политической целесообразности, то с любой властью нужно разговаривать. И сегодня наша дипломатическая, так сказать, организация этим вопросом занимается. Договориться с нынешней властью на Украине невозможно. Невозможно в силу ряда обстоятельств. Первое, им не дают договариваться. Во-вторых, они недоговаривоспособны. Они заточены под скандал, под кризис, под противоречия. Экономика доведена до такого состояния, когда война и кризис единственный способ отвлечь народ от внутренних проблем. Притом, если наши противоречия раньше поддерживали примерно 70% украинского народа, то сегодня их стало меньше 50%. И падение этой планки продолжается. Сегодня просто люди, в том числе и умные, интеллигентные люди, многие боятся говорить некую правду. Но пружина сжимается. И как говорят в народе, особенно на Украине, голод не тетка. И он потребует иного подхода. То, что будет там третий, четвертый Майдан, для меня это сомнений нет. Но сегодня, когда мы говорим о будущем Украине, меня больше всего беспокоит вот какой момент. Что те, кто занимается вождением кукол, через некоторое время придут и скажут, «Ну, вы хотели, вот берите, это же ваши братья». И я хочу, чтобы все понимали, Европа, выделив колоссальные кредиты, не в состоянии спасти 11-миллионную Грецию, 43 миллиона живущих на Украине людей, сегодня не способны экономику поднять никто. А там экономика, она не просто падает, она рушится. И ведь Путин не раз по этому поводу говорил, заложенный механизм, когда мы понимали, что, может быть, это и не очень правильно, но для того, чтобы братьям дать возможность держаться на плаву, мы делали огромное количество заказов. И то, что они обрубили концы, в том числе и сейчас собираются обрубить концы с энергоресурсами, рассчитывая, наивно рассчитывая на то, что им все это будут давать бесплатно, особенно европейцы, они к этой теме уже с Россией не вернутся. И мы никогда не вернемся. И те огромное количество заводов, более 150, работающих на оборонно-промышленный комплекс нашей страны, уже давно провели и перевооружение, и переориентировку, и достали старые, так сказать, разработки, усовершенствовали, сделали очень много прорывных вещей и начали выпускать свою современную продукцию, которую можно использовать и в военном, и в гражданском плане, продукцию 21 века. Для России события, которые происходят, они очень важны, и самое главное, своевременные. Этот холодный душ нам показал, что еще немного, лет 5-10, если бы империалисты подождали, мы вообще, понимая вот эти процессы, могли бы быть просто недееспособны, в силу того, что было бы выгодно пользоваться всем, что находится рядом с нами. А так, в ближайшее время, Россия станет абсолютно на 100% во всех областях самодостаточной. А все остальное уже зависит только от нас. Способны мы прорвать вот эту конкуренцию, будем ли мы технологичны, сможем ли мы технологиями тоже торговать. Ведь сегодня, опять же, ни для кого не секрет, что основные разработки, особенно вот в этих новых современных вещах, занимаются наши молодые люди. Те, которые были выведены, с которыми работали. Последний Госсовет и выступление президента четко показало, что они уже работают не только на первых курсах в высших учебных заведениях, они уже работают в школах, маркируя умных, талантливых людей, чтобы потом забрать к себе. Создадим условия, все вернутся к нам и будут работать здесь, на свою страну. И эта задача одна из самых важнейших. И как бы печально не было, но в этом ряду есть место только тем украинцам, которые приняли решение и переехали в Россию. А других мне просто искренне жаль.